На совещании пятерки, которое проходило в Нью-Йорке в 54-м году, рабочей группе европейских министров было поручено... Нет. Было поручено совместно изучить степень риска экономического положения. Инфляционные процессы... Я вас люблю. Обожаю этот сосредоточенный вид. Мадемуазель Нареге, если я еще раз это услышу, то придется сообщить вашему отцу. А что вы ему скажете? Скажу, что вот уже 4 месяца вы меня донимаете. А я скажу, что при первой же встрече вы целовали меня в шею. Прошу вас, не упоминайте об этом несчастном поцелуе. Вы поцеловали меня дважды, один раз в шею, а другой с губой. И вам это явно понравилось? Я не знал, что вы девушка и к тому же дочь моего начальника. Неприятности мне ни к чему. А вы же не собираетесь? Только нет. Как вы разволновались? Я всегда нервничаю, когда вы здесь. Правда? Вы мне действуйте на нервы. Сядьте. Пишите. Значит так. Рабочей группе европейских министров было поручено проанализировать степень риска экономического положения. Инфляционные процессы. Сейчас же застегнитесь. На чем я становился? Инфляционные процессы. Сейчас же застегнитесь. Это я вам сказал. Даже пупок виден. Вам не нравится? Инфляционные процессы. Замедление экспансии. Все это в настоящее время вынуждает нас вести жесткую финансовую и кредитную политику. Что с вами? Карандаш потеряла. Вы не поможете вытащить? Возьмите другой. Не могу, щекотно. Сейчас. Держите. Леграм, вы правы. Угнем пункт третий. Как бы он не шокировал наших английских друзей. Хорошо, господин председатель. А ты что здесь делаешь? Ты же сам хотел, чтобы я поработала секретарем. Я говорил, может быть. Ты когда приступила? В тот день, как ты уехал на священие пятерки. Вот как? И вы ею довольны? Ну, я... Не бойтесь, скажите честно. Она старается. Что ж, я рад. Молодец. Продолжай. Можешь положиться на меня, папа. На чем мы остановились? Пора начинать работать серьезно. Алло. Привет, это я. Привет. Я же тебе говорил. Никогда не звонить мне на работу. Ты же сам дал мне этот номер. Послушай, я занят. У меня люди. Ладно, не дуй. Значит, в субботу едем вдавить? Конечно. Заеду за тобой в 12. Повезло ей. Я так хотела провести с вами выходные. Спасибо. Продолжение следует...